Это пи***ц! Страх и паника в Крыму. Мамуль, мамулечка, давай, надо сваливать отсюда. Россияне массово покидают полуостров. Их отдых преждевременно прервался из-за загадочных хлопков. Вообще не хочу уезжать из Крыма, из-за лужды. Как здесь классно. Привыкла, да? Я привыкла здесь, как в своем доме жили. Настолько все душевно, по-домашнему. За последние 10 дней Крыму гремело трижды. 9 августа был взорван аэродром возле города Саки. Сгорели 9 российских самолетов. 16 августа взрывы были еще на одном аэродроме в пригороде Симферополя. Сгорело минимум три самолета. В то же время горел целый склад российских боеприпасов возле Джанкое. Если первые хлопки на аэродроме в Саках только слегка напугали россиян... Ну еле-еле катимся, но слава богу, что хоть не стоим. ...то взрывы боеприпасов заставили их массово бежать из Крыма. Сейчас, слава богу, пересечем мост. У нас хоть интернет появится. Окупационные власти временно эвакуировали две тысячи человек. Идет выселение всех людей, которые находятся в пяти километровой зоне. А вот количество тех, кто навсегда покинул полуостров, составляет около ста тысяч. Надо ехать, нет, это уже какой-то трэш. Мам, домик ничего нам не сделает, твой деревянный домик. Эти беженцы застряли в огромной пробке на Крымском мосту. Пробка жестокая, она тянется вообще на километры. Их количество просто шокирует. Пробки сильнейшие, стоим, стоим, катимся, стоим. Очередь или пробка на пути к Керченскому мосту побила свой рекорд. Это примерно 38 тысяч автомобилей. В прошлый раз после Новофедоровки было примерно 37 тысяч автомобилей, которые выезжали с территории Крымского полуострова в сторону РФ. После этих взрывных событий президент Зеленский словно анонсировал новое. Уничтожение логистики оккупантов, их боеприпасов, военной и другой техники, командных пунктов спасает жизнь наших людей. Чем меньше будет у оккупантов возможности творить зло и убивать украинцев, тем быстрее мы сможем закончить эту войну освобождением нашей земли. Он призвал украинцев не приближаться к российским военным объектам. Я прошу всех наших людей в Крыму, на юге нашего государства, в оккупированных районах Донбасса и Харьковщины быть очень внимательными. Пожалуйста, не приближайтесь к военным объектам русской армии и всем местам, где они хранят боеприпасы и технику, где держат свои штабы. Один из самых важных логистических объектов России – это именно Крымский мост. Это сейчас на мосту застряли десятки тысяч российских беженцев. Ой, ребят, мы встряли. Но обычно он является главной военной артерией оккупантов. Это единственный сухопутный путь, который соединяет материковую Россию со временно оккупированным Крымом. И, похоже, вооруженные силы Украины имеют на него кое-какие планы. Это прямо говорит советник руководителя офиса президента Михаил Подоляк. Это незаконное строительство и основные ворота для снабжения российской армии в Крыму. Такие объекты должны быть уничтожены. Его позицию поддерживают военные эксперты. Наверное, он первый должен быть. Это все-таки Крымский мост. Почему? Потому что это основная артерия снабжения в области. Вооруженные силы Украины уже давно имеют планы на Крымский мост. Но для их осуществления не было нужных ресурсов. У нас технические возможности появятся и сразу станут. По нему реально снабжение. Значит, это снабжение надо оборвать. А сейчас очевидно, что они появились. Если об уничтожении моста открыто говорят в интервью. Когда же Крымский мост будет взорван? Точно неизвестно. Военная тайна. Но в офисе президента арансируют и другие хлопки в Крыму. Ближайшие 2-3 месяца могут быть новые атаки, подобные загадочным ударам во вторник по железнодорожному узлу и авиабазе в Крыму. А также удары по российским военным самолетам на аэродроме Саки на полуострове на прошлой неделе. Военные эксперты, в свою очередь, подсказывают, куда лучше бить. Севастополь, база хранения ракет «Калибр», которые они загружают на подводные лодки и корабли, и потом пускают по Украине. Похожие заявления политиков и экспертов – это не просто слова на ветер. Украина, наверное, уже получила соответствующее оружие для выполнения этих сложных военных задач. И готовит очередную воздушную тревогу в Крыму, возможно, уже даже в августе.